В 2022 году каждый обладатель пушкинской карты получит на свой счет 5000 рублей, а значит больше возможностей расширить свой кругозор. Оставшиеся же деньги за этот год на карте сгорят в новогоднюю ночь. Но многие школьники и студенты уже успели их потратить и стали зрителями театральных постановок или посетителями музейных выставок. Активность тех, кто решил вести себя культурно, вознаграждается новыми знаниями и впечатлениями, а иногда и подарками. В этом году более 3000 человек посетили залы Чебоксарского культурно-выставочного центра «Радуга» по Пушкинской карте и поучаствовали в интерактивных экскурсиях и познавательных программах. Трехтысячным посетителем стала чебоксарка Эвелина Николаева, которая пришла на экскурсию вместе с одноклассниками из средней школы номер 7 имени Олега Беспалова. Сначала по плану выставка в рамках проекта «Точные науки сквозь призму искусства», а потом у восьмиклассников мастер-класс, на котором елочные игрушки можно украсить декоративной мозаикой. Приятным сюрпризом для Эвелины стали подарки от «Радуги». Самый интересный сегодня мне показала сферическая перспектива. Эту перспективу создал Петров Водкин. Очень интересная фамилия показалась, поэтому и его картины тоже очень интересные.